МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ Обновленный мемориал в память о бийских чернобыльцах откроют в конце апреля. Сейчас завершается реконструкция обелиска «Звонница жертвам радиации», пишет бийский рабочий. Обелиск был возведен в Наукограде в 2007 году. В 2014 Бийская городская общественная организация жертв радиационных аварий «Чернобыль» выступила с инициативой провести реконструкцию мемориала. И вот это случилось. После реконструкции его откроют в день 33-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля в 11 часов. На Алтае увековечат память об Алексее Булдакове, сообщает московский комсомолец на Алтае. Соболезнования родным и близким артиста выразил губернатор региона Виктор Томенко. В послании он пообещал, что на его малой родине, а родился Булдаков в селе Макаровка Ключевского района, будет проведена работа по увековечению памяти горячо любимого актера. С сегодняшнего дня в центре Барнаула начнут работу передвижные камеры фиксации нарушений ПДД. В частности, их установят на проспекте Ленина. Среди прочих нарушений правил дорожного движения они будут фиксировать превышение скорости. Об этом сообщает «Комсомольская правда» Барнаул со ссылкой на отделение пропаганды города. Где еще в ближайшее время появится несколько комплексов видеофиксации арены, читайте на страницах «Комсомолки». Куда поехать на майские праздники в нашем крае информационный портал «Толк» предлагает подумать заранее. Белокуриха, Солонешинский район, Колывань, Алтайский район. Чем привлекательны эти места для туристов? Сколько добираться? Где жить и куда сходить? Обо всем подробно читайте на «Толке». Субтитры подогнал «Симон»!